Молодежная организация Мы обсуждали это и именно поэтому у нас было принято решение создать мощное молодежное правительство, мощную систему молодежных парламентов, советов, которые объединяют в одну практически молодежную организацию. Призвал губернатор руководителей правительства и глав муниципалитетов готовиться к другим важным памятным датам этой недели и в первую очередь ко Дню Народного Единства. Сергей Морозов отметил, что мероприятие, посвященное празднику, должно проходить не только 4 ноября, а растянуться на всю неделю. От праздников перешли к прозе жизни. Губернатор отметил, что в последнее время руководители отраслей перестали активно заниматься инвестиционной деятельностью, как результат социально-экономического развития муниципалитетов за 9 месяцев года. Группу районов-аутсайдеров с самым низким уровнем социально-экономического развития вошли 24 место Старая Кулатка, 23 место Теренга, 22 место Вишкайма, 21 место Павловка и 20 место Сурский. Значительно снизился уровень Демитровграда. В лидерах рейтинга значится Новоульяновск, Ульяновский, Чердоклинский, Новоспасский районы и областной центр. Губернатор обратил особое внимание на недостатки аутсайдеров. Проблемы везде разные. У кого-то страдает демография, кто-то остает по созданию новых рабочих мест. В некоторых районах крайне медленно ведется жилищное строительство. Но спрос глав муниципалитетов будет строгим. И не только с них. В конце концов, не только эти руководители надо освобождать от занимаемой должности. Если они на протяжении многих лет, так сказать, имеют вот такие безобразные показатели, но надо применять меры воздействия в отношении кураторов. Иначе все просто это профанация. А глав Павловского, Сурского, Базарно-Сызганского и Старко-Латкинского районов губернатор обязал выступить на ближайшем аппаратном совещании с докладами о том, как будет исправляться ситуация. В противном случае они могут лишиться занимаемой должностей. Следующим вопросом обсудили трудоустройство в разрезе каждого муниципального образования. Самый низкий уровень безработицы в Новоспасском, Новомолоклинском, Майнском, Кузоватовском районе. Самая проблемная ситуация – город Ново-Ульяновск, 24 место, Старо-Кулаткинский район, 23 место, 22 место Радищево, Вишкаемо, 21 место, Павловский и Сурский, 20-е, 19 место. Увеличение численности безработных граждан наблюдалось в 11 муниципальных образованиях на 23 человека, снижение в 8 муниципальных образованиях на 16 человек. Еще один вопрос, которого коснулся губернатора – экономия бюджетных средств. Глава региона подписал распоряжение о ликвидации ОГКУ «Аналитика», занимающуюся психологическими исследованиями. Эскономленные средства направят на социальные нужды. Губернатор поручил проверить эффективность всех командировок и мероприятий, которые проводятся в регионе. С неэффективных будут снимать деньги, направлять их также на социальные нужды. В заключении аппаратного совещания губернатор объявил о проведении ежемесячного Дня здоровья и спорта. Подобные мероприятия существуют в Чувашии. В этот день жители могут бесплатно посещать различные площадки, на которых проводятся спортивные состязания и физкультурные занятия. Егор Тстоф, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.